Через пять минут кусок этой бесформенной глины превратится в тарелку, которую после обжига позволяется забрать домой. Сделать такую тарелку ребенок может на первом гончарном фестивале в Барнаульском центральном парке. Главное повторять за мастером. Я скорее всего под рюмами. Я под всякие украшения. Для тех, кто с глиной на ты, организаторы сделали соревнования по лепке. Притом попробовали свои силы в них как дети, так и взрослые. Всего набралось 30 человек. Им надо было за два часа сваять любые скульптуры на тему семьи, используя 5 килограммов глины. Лепили в основном животных и членов семьи. Это семья, за столом лепят пельмени. Это самое распространенное. Если у кого-то спросишь, какая у вас семейная традиция. Варенье варим вместе, или огурцы солим, или пельмени лепим. Завтра творческие сражения продолжатся. Битва гончаров будет проходить в несколько этапов. Один из них – лепка вслепую. Участники должны будут сделать скульптуру максимально схожую на ту, которую нащупают в темном ящике. Конечно, не обойдется без технического испытания. Участники будут за ограниченное время лепить блюдо наибольшей ширины поверху, диаметр низа у которого будет вычитаться из диаметра вверх. Это техническое задание, которое показывает владение наклоном стенки. Нужно делать так, чтобы тарелка осталась стоять, но была наиболее широкой, наиболее тонкой. Кроме того, завтра продолжатся викторины и розыгрыши. Пройдет даже лекция об искусстве керамики. Также будет представлена авторская коллекция посуды для ресторанов. Данил Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком.